С нами на связи Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Эмпайр». Ольга, здравствуйте. Как всегда, вам рада в нашем эфире. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Не о великом ученом, философе и герое Чечни и многом другом, господине Кадырове. Да, докторе наук. Спасибо, Каролин. Не о нем сегодня, но скорее о том нарративе, который, правильно я понимаю, сейчас начался на территории Российской Федерации. Давайте начнем с темы возвращения людей, которые бежали от частичной так называемой мобилизации, возвращения их на территорию Российской Федерации. И вот эти вот приглашения со стороны, как я правильно понимаю, Федеральной службы безопасности для разговоров. А что это за разговоры такие? Попытка, по вашему мнению, как устрашить, показать другим, что так делать вообще нельзя было. Как это понимать? Ну, в первую очередь, конечно, устрашение. Но, опять-таки, большинство, как я понимаю, все-таки на эти беседы не идет и правильно делает. Потому что, собственно, разговаривать с ФСБшниками не так просто. Надо уметь это делать для того, чтобы остаться в безопасности. И можно наговорить лишнего. Поэтому лучше уж не ходить. Собственно, понятно, почему люди возвращаются. Потому что найти себя за границей не так просто. Надо на что-то жить, надо как-то деньги зарабатывать. И ежели работу ты в другой стране не смог найти, то многие возвращаются. Поэтому все правильно, если вам позвонили, не ходите. Никакой обязанности ФСБ идти у вас нет. Поэтому что-то они хотят, ну, что называется, ну и пусть хотят. Но, если честно, пока что это выглядит как антиреклама. Самой идеей возвращаться в Россию и очень сложно себе представить, каким образом это может выгодно послужить, собственно, пополнению рядов военных со стороны России в войне против Украины. И какова все-таки логика таких действий? Потому что, мне кажется, не нужно иметь ученую степень для того, чтобы догадаться, что если там такое происходит, то, вероятно, пока что рано возвращаться. Ну, к сожалению, причины, по которым люди возвращаются, это, в первую очередь, причины экономические. Да, поэтому, собственно, понимая, что возвращаться опасно, да, но многие все равно возвращаются, ну, потому что просто были не готовы, ну, условно говоря, на любую работу. Хорошо тем, у кого есть возможность работать онлайн, кто может жить в любой стране, это, конечно, хорошо. А если это не так, и, собственно, наверное, не все думали о том, что жить в другой стране будет настолько сложно. Поэтому, что называется, да, не все, ну, не всегда все получается. Ольга, ну, вы вот сказали, сейчас попросим, да, спасибо, перевернуть камеру. Ольга, вы сказали, что не всегда получается найти себе за пределами России, как-то прокормить, возможно, семью. А что в таком случае с рабочими местами внутри самой России? Потому что, насколько известно, что даже выходить на работу иногда получается опасно, ведь на рабочих местах тоже вручают повестки. То есть, едва ли это можно назвать абсолютно идеальным решением. Ну, безусловно, собственно, нужно быть уверенным в своем работодателе, да, то есть, что твой работодатель тебе повестку не вручит. А если повестку тебе пытаются на работе вручить, то ее не надо брать, и, собственно, на эту работу больше не надо ходить и искать работу другую. Но надо понимать, что как раз в связи с вот этой мобилизацией и попытки людей молодого возраста больших количеств отправлять на фронт, дефицит кадров в России существует сегодня. Поэтому найти работу, где тебя не подставят, все-таки можно, но придется поискать, да. В контексте мобилизации, в контексте призыва, наверное, в этом правильно так будет говорить, в последнее время больше идет речь ведь не о срочниках, а о контрактниках. Да, это не люди, которые там условно айтишник, работающий в Москве, это человек, который пошел специально за деньги в этом случае убивать украинцев, если он будет частью российско-оккупационных войск, воюющих против Украины на территории этого суверенного независимого государства. Все чаще журналисты говорят, что в Кремле отказываются вообще от темы второй волны частичной мобилизации, полной мобилизации и так далее и тому подобное. А каковы причины, по вашему мнению, того, что постепенно смещается акцент информационный, в том числе от мобилизации среди обычных граждан России до конкретно военных контрактников? Это страх. Это страх того, что когда, если вдруг они начнут вторую войну мобилизации достаточно масштабную, так как уже всех, кого можно было, выгребли во время первой волны, то вторая волна обязательно коснется тех людей, которые не хотят идти воевать. И уже в таком случае протесты будут гораздо более сильные, потому что если во время первой волны люди просто взяли и уехали, то сейчас уже, когда многим некуда идти, единственное, что остается протестовать. И вот еще, что хотели с вами обсудить, несколько другой аспект. Военкомат без повестки. Скоро появится, я не знаю, насколько корректно говорить, такая возможность. Госдума России вернулась к рассмотрению законопроекта о призыве в армию через заказные письма. На это обратили внимание журналисты. То есть в случае принятия этого документа, как только письмо доставят, повестка будет автоматически считаться полученной адресатом под личную подпись. Если же человек не будет знать о заказном письме на его имя, то он все равно получит статус, ну как будто бы его уведомили. И закон обяжет его явиться в военкомат в течение двух недель. За неисполнение этого требования грозит административная ответственность от 500 рублей до 3000, ну либо же уголовная, что еще хуже, до двух лет лишения свободы. Кроме того, в новом законопроекте прописано, как сотрудники полиции будут разыскивать уклонистов. Если раньше военкомат просто передавал список сотрудникам МВД, они находили людей по месту жительства там либо работы, то сейчас на призывника нужно будет завести административное, либо уголовное дело уже после привлечь к поискам сотрудников полиции. Согласно еще одной норме, если в период призыва военнообязанный покидает место проживания на срок более чем три месяца, то должен сообщить об этом лично, придя в военкомат. А если в текущий призыв повестка не пришла, то в течение двух недель следующего также нужно самостоятельно явиться в военкомат. Вот такие вот документы принимаются ныне в России. Если мы ранее с вами обсуждали самые такие обычные, понятные и, возможно, самые доступные способы, как же не получить повестку, это просто ее не брать, это просто, возможно, скрываться и так далее, то вот этот законопроект, этот документ, он не оставляет шансов пользоваться всеми теми советами. А что остается в таком случае? Ну, остается уже скрываться как следует, что называется, да? И не в России, вероятно. Ну, Россия все-таки большая, что называется, есть леса, и даже не везде ловят интернет. Поэтому, конечно, все эти законопроекты говорят о том, что сегодня у Кремля большие проблемы с тем, чтобы найти людей, которых можно было бы призвать. Иначе бы этого всего не нужно было делать, потому что остается... Единственный способ – это страхом загонять людей, делать из них военных преступников. Но я вас уверяю, в такой ситуации найдутся способы. Опять-таки сейчас много говорится о том, что очень сильно возросла стоимость того, что называется «откосить от армии». Если раньше цены стоили в рублях, то теперь цены стоят только в евро. И, соответственно, нельзя сравнить с тем, что было раньше. Сколько стоит получить военный билет в категории B, соответственно, или V. Цены очень сильно выросли. Поэтому там будет продолжаться в военкоматах коррупция. И, соответственно, на поиск всех тех, кто не пойдет, никакой полиции не хватит, на самом деле. Поэтому это, в первую очередь, точно так же, как и со звонками ФСБшников, это, в первую очередь, запугивание людей. Тем не менее, не оставляет режим Путина попыток рекрутировать как можно больше россиян в свою армию днями. Сибирь Реали, это проект «Радио Свобода», опубликовал интересную такую статью о рекламе. Рекламе войны, ее так можно, в принципе, назвать, которая есть на территории Российской Федерации. Как в российских городах рекламируют войну против Украины. Вот так звучит эта публикация. Ну, вот это просто шедевральная, как мне кажется. Такой, это не билборд, это целый такой рисунок даже. Муралы, да, такие, я так понимаю, муралы, которые пока что есть на территории Российской Федерации. За Россию, за Путина, за наших. Такая картинка, она, в принципе, ну, известна, да, ее много было на самом деле, когда на автомобиле вот вешают эту букву «Зет». «Кузбасс за родину». «Кузбасс за родину», огромные буквы «Зет». Я так понимаю, это дом культуры местный Кузбасса. Заявление, там, цитаты президента Российской Федерации Владимира Путина. Ну, и вот такая военная служба по контракту. Понятное дело, что таких картинок и такой рекламы, ее было много, вот, сначала полномасштабной агрессии России против Украины и до того в меньшем объеме, конечно. Но, тем не менее, по вашему мнению, активизация вот такая, попытки милитаризации, как я понимаю, реальности россиян. Как это нужно интерпретировать? Как это нужно понимать? Это личные инициативы местных властей? Как-то это странно, наверное, было смотрелось. Ну, собственно, местным властям всегда надо показывать, что они там вовсю поддерживают курс. Они как один и так далее. Очень много вот этой рекламы в общественном транспорте во всех регионах Российской Федерации. Соответственно, в разных регионах по-разному проходила мобилизация, по-разному проходил призыв. Не все не выполняют, что называется, плановые показатели. Поэтому единственное, что остается губернаторам, хоть как-то, по крайней мере, картинку создавать того, что у них все нормально, того, что они изо всех сил работают и изо всех сил что-то делают. Отсюда, мне кажется, и вот это увеличение количества наружной рекламы, не только, кстати говоря, на улицах, но и в интернете тоже рекламы стало больше. В принципе, можно себе представить даже на самом таком простом уровне, чего пытаются добиться такой рекламы. И с одной стороны говорят, что нет, уже мобилизации нет, потому что все у российской армии хорошо. Но, с другой стороны, максимально героизируют военных российской армии для того, чтобы человеку, мол, самому захотелось пойти и убивать мирных жителей в Украине. Это все выглядит так. И действительно, эта схема довольно-таки предсказуемая для руководства России. Но насколько она на данный момент рабочая, скажем, потому что ведь на протяжении больше, чем уже года, была хоть какая-то возможность поискать правду, услышать от каких-то родственников, знакомых, или хоть какое-то еще другое мнение о том, что такое на самом деле так называемая специальная военная операция. Так вот такое давление и, скажем, наставление благодаря этим бордам, оно еще работает, оно еще влияет? Ну, на мой взгляд, оно совершенно бессмысленно. И это лишь, ну знаете, как в избирательную кампанию, любой политтехнолог скажет, что билборды – это самое плохое из агитационных средств, работают хуже всего. Но с помощью билбордов показывают присутствие того или иного кандидата в избирательной кампании. И больше никакого смысла в этих билбордах нет. Но то же самое и здесь. Этими билбордами показывают, что вот тут все регионы, как один за Путина, за наших, за войну. Что касается людей, по большому счету, позиции в основном уже все определились. Есть те, кто за, чтобы не происходило. Есть те, кто против и давно все понял. И есть те, кто пытаются залезть куда-то в нору и сделать вид, что ничего не происходит, и вообще все это далеко, и их это не касается. И вот на самом деле как раз против тех, кто пытается отгородиться от войны, эти билборды заставляют из этой норы их вылезти и как-то определиться, в какую сторону они, на какой стороне они находятся. Чем больше билбордов, тем труднее отгораживаться от войны и делать вид, что ты здесь ни при чем. Ольга, я, вы знаете, добавил бы, наверное, еще одну категорию, ну, тут уже военных, которые демобилизируются, наверное, ибо родственников военных, которые погибли на войне против Украины, которые точно знают, что происходит на фронте, что не так все красиво, как там рассказывает Путин, не так все красиво, как рассказывает Шойгу, и с обеспечением все не так хорошо, и техники не хватает, и многое другое. Эти люди, если мы говорим о военных, в случае, если они выживут на территории Украины, они возвращаются домой, а тут скоро выборы уже будут на территории Российской Федерации, ну, по крайней мере, это так проговаривается, да, в 2024 году президента Российской Федерации будут выбирать, назначать, не знаю, как правильно сказать. Это такое прослойка жителей России, это не проблема для Кремля, как вы считаете? Те, которые воевали, либо их родственники воевали и погибли, и которые знают, что, ну, не все так однозначно, в плане, не все так ярко, как описывают это Путин и его приспешники. Конечно, это одна из проблем Кремля, по большому счету, чем дольше идет война, тем больше проблем у Кремля со всех сторон, да, и с деньгами все плохо, дефицит бюджета огромный, и вот эти люди, которые действительно там были, и понимают, как оно все устроено, и, собственно, после всех тех войн, которые вел еще и Советский Союз, а потом и Россия, и после Афганистана, и после Чечни были те люди, которые видели все своими глазами и могли рассказать, собственно, как все происходило. И из этих людей потом вырастали всяческие организации, которые занимали достаточно активную позицию, как вы правильно говорите, в том числе активную политическую позицию. И не случайно, вот буквально не так давно в Санкт-Петербурге практически целая фракция депутатов законодательного собрания вышла из партии «Справедливая Россия», именно потому, что Миронов в тесную сцепку с Пригожиным внезапно вошел, и, собственно, те депутаты, которые с этим не согласны, просто вышли из партии. В том числе, кстати говоря, вице-спикер законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина. Выборы сейчас приближающиеся. Опять-таки, мы не знаем, как это будет. Есть там подготовленная, Медуза, по-моему, писала о них, нарративы, которые будут там впихиваться, простите за такое словосочетание, но по-другому назвать я это не могу. Жителям Российской Федерации Путин — защитник традиционных семейных ценностей, закрытой страны это будет пропагандироваться, и многое другое. Медуза писал об этом меньше, чем месяц тому назад. Просто все то, что сейчас делает Кремль в отношении контрактников, все эти массажи, вот эти вот картинки, которые мы видели условно с зетками на домах, это все вкладывается в подготовку к выборам. Либо же подготовка пока еще не началась, и она, сама подготовка, будет менять как раз все то, что происходит и на территории России, и за пределами ее. Подготовка пока только идет такая внутренняя, да, то есть внутреннее управление администрации президента, соответственно, вызывало к себе заместителей губернаторов по внутренней политике и выдавало контрольные цифры, что нужно, чтобы проголосовало в регионе больше 75% за Путина, больше 70% была явка, и, собственно, чтобы все вокруг этих контрольных цифр вертелось, и чтобы они начали уже готовить, что нужно сделать для того, чтобы это получилось у них. Но, как мы знаем, самое большое оружие, самое такое надежное, это мертвые души, это списки избирателей, поэтому я не думаю, что пока эти люди находятся у власти, у них, в принципе, могут быть какие-то проблемы с тем, чтобы нарисовать любые цифры в избирательных бюллетенях. Единственная возможность от них избавиться, это просто выдернуть Путина, как редиску из этой грядки, и, собственно, куда-то доставить, хоть то, как мне хотелось, на скамье подсудимых Гаги, ну или на худой конец на какой-нибудь остров в Тихом океане. Ну да, Гага выглядит более привлекательно, если мы говорим о Владимире Путине. И что касается призыва, еще тоже интересный момент есть. За день до начала весеннего призыва генеральный штаб России сообщил о нововведении, значит, там военкоматы теперь будут рассылать повестки не только в бумажном, но уже и в электронном виде через некий единый портал государственных услуг. И, кроме того, с сайта теперь нельзя удалить учетную запись онлайн. Сделать это можно только при личной явке в центры электронных услуг. Также министр обороны России Сергей Шойгу поспешил отметить значимость цифровизации военкоматов, которая якобы позволила оперативно актуализировать электронные базы данных, обеспечить эффективность призыва уменьшить проявление бюрократизма. И также, по словам Шойгу, уже завершилась первоначальная постановка россиян на воинский учет, которая проводилась с января. В военкоматы прибыло более чем 700 тысяч человек. Но вместе с тем есть также информация о том, что электронные повестки, которые вводит генеральный штаб вооруженных сил России, не являются обязательными к исполнению. Это очень важный момент, который мы просто обязаны проговорить в эфире о Freedom, потому что просто не было внесено никаких изменений в нормативные акты, предусматривающие вручение таких электронных повесток. Об этом подчеркивает глава российского общественного движения «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. И вот в нашем эфире он напомнил, что призывники, не желающие идти в армию, имеют право подать заявление на прохождение альтернативной гражданской службы, а мобилизованные могут заявить о наличии антивоенных убеждений и отказаться от отправки в Украину. Давайте услышим и продолжим. Призывники не служат ни в каких военизированных частях, они служат на гражданке в организациях социальной сферы, по трудовому кодексу, ходят как на работу, живут по всей видимости дома или в общежитиях. И это самый нормальный и хороший путь для призывников отказаться от участия в войне. За уклонение от мобилизации, при мобилизации в российском законодательстве до сих пор нет никакой уголовной ответственности. просто такой статьи нет. И поэтому, если ты просто не пойдешь в военкомат, возможен только штраф небольшой, до 3000 рублей. Вот можно, во-первых, не ходить. Второе, заявить о наличии своих антивоенных убеждений, убежденности, что надо защитить их, и просто не пойти на эту войну. Никто, так сказать, за руки, за ноги из военкомата в автобус тебя не затащит. Бывали такие случаи, там под конвоем направляли, но это все-таки единичные случаи. Так вот, существует действительно очень много способов, собственно, затянуть военкомат и потом отправиться на войну. Но все-таки, какие из этих способов сейчас работающие для военного командования России и какие действительно могут сделать так, что абсолютно не оставят шансов отказаться от участия в войне? Или все-таки всегда остается шанс не пойти на войну? Шанс остается всегда. Если ты твердо знаешь, что ты не хочешь быть военным преступником, если ты твердо знаешь, что ты не хочешь никого убивать, ты всегда можешь этот свой шанс использовать. Совершенно правильно вы сказали. И повестка, которая приходит на государственные услуги, невозможно доказать, что ты ее увидел, что ты ее получил. И есть случаи, когда даже мобилизованные смогли по суду доказать свое право на альтернативную гражданскую службу. И, соответственно, вообще всяческая неявка не жить по своему месту регистрации и так далее и тому подобное, чтобы сделать все, чтобы эту повестку в принципе невозможно было доставить. Да, конечно, если будут приняты эти поправки, ситуация ухудшится. Но я думаю, что юристы помогут и дальше будут рассказывать, как можно всего этого избежать. Не случайно ВКонтакте блокируют всю информацию о том, как можно не попасть в армию, как можно выехать за границу, потому что такие способы будут оставаться до самого конца. Ольга, спасибо вам огромное. Всегда вам рады в эфире телеканала Freedom. Я напомню, что Ольга Курносова была с нами на связи, политический аналитик, главный редактор портала Автор Эмпайр. Короткая пауза. И далее возвращаемся в эфир Freedom.